Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Вы видите на экране наши контактные данные, наши электронные, наши телефоны, телеграм-контакты и сайт. Если вам показалось неудобное время проведения или что-то вы не успели посмотреть, то вы можете вернуться немного позже на сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, может быть, вы не только посмотрите этот вебинар, но и найдете что-то для себя интересное. Мы будем благодарны вам за обратную связь, задавайте вопросы и касательно темы нашего вебинара. И если у вас есть какие-то другие вопросы, мы постараемся максимально оперативно вам ответить. Итак, сегодня мы с вами поговорим про достаточно такую частную ситуацию, можно, если так выразиться. То есть про тарифы пониженных вносов при начислении, которые превысили предельную базу. Что у нас происходит в этом случае? Какие у нас инструменты есть для, скажем так, поощрения страхователей? Как учитываются такие начисления? И, собственно говоря, тема нашего этого вебинара возникла из-за того, что в релизе страховых тарифов была допущена ошибка, которую признали разработчики 1С. И, собственно говоря, как с этой ошибкой справлялись обычные пользователи, что приходилось делать и как выйти из такой ситуации. Построен наш сегодняшний вебинар будет таким образом. Мы будем немного законодательных нормативных материалов смотреть по слайдам и будем переключаться на демо-версию. Вот таким вот образом. Будем переключаться на демо-версию зарплата и управления персоналом и смотреть, соответственно, на местности, так сказать, то, о чем мы с вами поговорили в теоретическом формате. Так, и, естественно, мы поговорим с вами, так сказать, восстановим в памяти информацию вообще про пониженные тарифы. Поскольку у нас с 2025 года анонсирована большая налоговая реформа, то, соответственно, и страховые взносы попали в этот перечень. И, естественно, как будут рассчитываться ставки льготные, какие будут действовать, какие не будут, как учитывать предельную величину базы начисления, как настроить пониженные тарифы, ну и дополнительные сервисы и отчеты. Поскольку план у нас громадье, а время, к сожалению, ограничено, нам придется в темпе достаточно высоком обсуждать. Итак, восстановим немного теоретическую базу. То есть у нас сейчас в 2024 году действуют разные тарифы. Ну, основные тарифы – это обычные, но начиная с 2020 года у нас действуют пониженные тарифы для страховых взносов. Но по сравнению с 2023 годом в них были внесены изменения. Собственно, мы сегодня будем с вами говорить про сниженный тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства. Аббревиатура МСП достаточно часто встречается в нормативной литературе, в нормативных информационных источниках. А что это такое? То есть это тарифы, которые применяют субъекты малого предпринимательства, которые включены в реестр таких предприятий. То есть в реестр МСП. Если вы просто соответствуете критериям, которые предъявляются к таким предприятиям, но не включены в тариф, например, вы просто не подавали отчетность, то в этом случае это еще не значит, что вы имеете право на его применение. В 2024 году тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства у нас был немного изменен. И, значит, у нас был такой достаточно сложный расчет. То есть суммы, которые начислены, не превышающие МРОД, облагались по ставке 30%. А все, что было начислено сверх МРОД, облагалось по ставке 15%. То есть МРОД, обращаю ваше внимание, что это федеральный МРОД, был 19,242 рубля. И, соответственно, мы отталкивались именно от этой цифры. И если вы попадали на территории, в которых применяются повышающие коэффициенты, например, для Крайнего Севера или районов, приравненных к Крайнему Северу, то это тоже надо было участвовать в размере МРОД. Как я уже сказала, плательщики страховых взносов, которые включены в реестр МСП, вправе применять пониженный тариф 1-го числа месяца, по которому они внесены в этот реестр. Пониженный тариф не зависит от предельной величины облагаемой базы. То есть, если вы МСПшное предприятие, то расчет производится вот таким образом в 2024 году, как я уже озвучила. То есть не превышает МРОД по тарифу 30%. В пределах лимита на 2024 год он у нас составил 2 млн 225 тысяч. Соответственно, если у нас превышение базы, то облагается по 15,1%. Если свыше МРОД, то 15%. Обратите внимание, здесь важно разобраться. То есть, если у нас в пределах не превышает предельный тариф, то мы считаем 30% до величины МРОД, и 15,1% свыше МРОТа, соответственно, до момента превышения базы. Почему именно такой упор дается на реестр МСП? Потому что ежегодно этот реестр корректируется. То есть, если включение в него каких-то новых предприятий и организаций, то это происходит ежемесячно. А вот если исключаются какие-то предприятия, то такая процедура происходит ежегодно и до 10 июля. То есть, вот совсем недавно у нас происходило обновление реестра с исключением из него каких-то новых организаций. По каким критериям это все происходит? Значит, вот вы видите на экране табличку. То есть, у нас установлены законодательно лимиты для предприятий, которые включаются в этот реестр. И, естественно, этот реестр формируется автоматически. И сведения для этого реестра берутся из отчетности, то есть, соответственно, доходов и среднесписочной численности работников за 23 год, то есть за прошлый год. Естественно, данные из ЕГРИП, то есть регистрационные данные, и информация от госорганов и полномочных организаций. Ну, то есть имеется в виду статистика, например, и так далее. То есть, в этом случае в реестр МСП попадают предприятия, у которых за предыдущий год численность была 15 человек, а доход за предыдущий год 23, 120 миллионов рублей – это микропредприятие. До 100 человек численность и до 800 миллионов рублей – это малое предприятие. И среднее предприятие – это, соответственно, численность 250 человек. И доход за предыдущий год 2 миллиарда рублей. Как вы видите, показатели достаточно высокие, то есть реестр для включения в него предприятий достаточно большой. Если вы посмотрели на эти реестры и посчитали, что вы подходите под эти критерии, это еще не значит, что вы имеете право применять пониженные тарифы. То есть нужно не просто посмотреть на эти критерии, а проверить, входит ли ваше предприятие в реестр. То есть выглядит это вот таким образом. Вы по своему ИНН задаете поиск и смотрите, что отражается. То есть, если, например, вы как микропредприятие по регистрационным и по отчетным данным фигурируете, то с какого числа. И в этом случае вы можете совершенно спокойно применять пониженный тариф в свое удовольствие. Ну, естественно, проверяете вы либо по ИНН, либо по ГРН, то есть по регистрационным данным. А вот теперь у нас начинается с вами самое интересное. То есть, как мы уже говорили, в реестр не только включают, но и исключают. Исключают, естественно, если вы превысили лимиты по годовому доходу, но и не только исключают, если вы не подавали, например, отчетность о доходах. То есть, если по состоянию до 1 июля вы не подали сведения о доходах за предыдущие годы и, соответственно, отчетность по РСВ, то есть, если у налоговой отсутствуют данные для включения в реестр, вы туда и не попадете, даже если вы соответствуете им по вашим понятиям. То есть, если вы не сдали отчетность, налоговая не имеет информации о том, какие у вас показатели за предыдущий год, и, соответственно, вы в этом случае не попали в реестр и утратили право на пониженный тариф. Соответственно, в этом случае вы с 1 июля того года, когда вас исключили, уже не вправе применять сниженный тариф, только либо общий, либо там другой, по каким критериям вы попадаете. Дополнительно подавать сведения в налоговую не нужно. Вы подаете отчетность, которая установлена, то есть, соответственно, декларацию. Если у вас упрощенка, то вы подаете декларацию, соответствующую по УСН. Если у вас общий режим, то вы, соответственно, сдаете налоговую и бухгалтерскую отчетность, то есть, декларация по прибыли и баланс форма 1 и форма 2. То есть, дополнительно налоговую мы не уведомляем о том, что мы потеряли право на применение тарифа. Но, собственно говоря, право применять пониженные взносы мы потеряли, и при проверке отчета мы должны предоставить сведения, которые подтверждают на каком основании, если у вас налоговая будет проводить камеральную проверку и потребуют подтверждающие документы. Соответственно, нам нужно не забыть, что в случае, либо если нас включили в реестр МСП, либо исключили из реестра МСП, предприятие должно внести исправление в локальные нормативные акты, то есть, мы должны затронуть учетную политику предприятия и указать тот вид тарифа, который будет соответствовать ситуации. То есть, либо мы применяем тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства и указываем этот тариф, начиная с месяца, в котором наше предприятие внесено в реестр, либо, соответственно, месяц, с которого предприятие исключено из реестра и, например, начато применение общего режима. Эти настройки у нас с вами будут еще иметь разную годировку. То есть, код основного тарифа у нас 0,1, если вы помните, а код тарифа пониженного имеет другую цифру, то есть, это цифра 20. И вот здесь у нас есть с вами первая тонкость. Если, например, у вас предприятие, которое раньше было организацией инвалидов и, соответственно, применяло тариф для организации инвалидов, то в этом случае, если мы начинаем применять тариф для субъектов МСП, то в этом случае нам нужно сделать одну вещь. Нам нужно проставить чекбокс в настройках на организацию инвалидов. Иначе в случае применения сниженного тарифа у нас перестает правильно начисляться взносы на травматизм в отношении именно инвалидов. То есть, про это нужно помнить. Сейчас мы с вами перейдем на демо-базу и посмотрим, как это выглядит в настройках самой конфигурации, то есть, где мы можем это посмотреть. Как я уже сказала, мы это должны отразить в учетной политике. Сейчас мы с вами посмотрим учетную политику. И обратите внимание, вот на такой слайдик мы его увидим. То есть, настройка учетной политики. Вот вы видите, здесь кусочек настройки, кусочек закладочки, на которой заполняются сведения об учетной политике. И вот сама учетная политика, закладочка страховые взносы. То есть, в этом случае выбирается тариф. Вы видите, у меня выбран тариф пониженный, то есть, для малого и среднего предпринимательства. И, соответственно, как выглядит интерфейс, когда я такие настройки применяю. Вот сейчас мы перейдем с вами в демо-базу и потрогаем это ручками. Так, мы сейчас налоги и взносы. Это, собственно говоря, раздел, в котором мы уже имеем дело с настроенными начислениями. А настройки мы выполняем по вот этой ссылке, меню настройка. И здесь у нас меню организации. Мы выбираем организацию, в которой нам нужно настроить тарифы. Вот мы с вами перешли... Так, сейчас чуть-чуть подтянем наверх. Вот таким образом. Вот у нас закладочка «Учетная политика и другие настройки». Мы переходим в учетную политику. И вот он, наш интерфейс, который мы с вами видели на слайде. Значит, первая закладочка – это страховые взносы, где мы выбираем вид тарифов. То есть, если у меня, например, до этого был общий тариф, то я, соответственно, здесь бы выбирала общий тариф. Если, ну, например, считаем, что мы в прошлом году тоже применяли снежный тариф, и я точно так же выбираю его на этот год. Если, как мы с вами уже сказали немножко раньше, у вас было предприятие, которое имеет льготы по инвалидам, то вот здесь надо проставить флажок, и, соответственно, в этом случае у нас будет флажок вот таким образом, чекбокс, у нас будут считаться взносы уже, соответственно, по другому алгоритму, и не будет искажения начислений. И посмотреть, с какого момента у нас применяется этот тариф, я могу вот по этой ссылке «Изменение вида тарифа». Ну, естественно, здесь у нас отражаются те настройки, которые соответствуют нашим бизнес-реалиям. Ну, вот я хочу перейти сейчас в «Изменение тарифа» и посмотреть, какие сведения здесь содержатся. То есть, вот я установила, что... Да. Прошу прощения, а тут вопрос появился, я на него не отвечу. Можете обратить сейчас внимание на меня? Да, хорошо. Я сейчас договорю, и потом тогда вернусь к вопросу. Значит, я установила тариф с июля 2024 года. То есть, как будто у меня предприятие в этом году было внесено в реестр лиц для малого и среднего предпринимательства, и я получила такое право. То есть, видите, у меня вот здесь вот запись именно об этом тарифе. Так, сейчас мы возвращаемся к вопросу. Мы не в ERP должны смотреть. Ну, вообще-то у нас запланировано было ZOOP, но мы можем и в ERP... Я сейчас включу демоверсию. На самом деле, функционал у нас в ERP включен в зубовские версии проф. То есть, функционал полностью идентичен. Немножко другое расположение. Так, сейчас мы сделаем вот таким образом. Будем мы с вами смотреть на ERP-19 релиз. То есть, это достаточно новый релиз, который уже отображает все, в общем-то, изменения. И когда мы будем говорить про ошибку в релизе, то здесь у нас будет эта же ошибка присутствовать. То есть, эта ошибка была и в зарплате управления персоналом, и в ERP, и в комплексную. То есть, изначально столкнулись с ней достаточно много предприятий. Пока у нас запускается демо-база, мы вернемся к нашим слайдикам. Так. Значит, это мы посмотрели с вами учетную политику, где должны быть изменены настройки по страховым взносам. Если вдруг вы начали применение нового вида тарифов или, наоборот, прекратили его применение и начали применять, например, общий тариф. Значит, мы с вами с удовольствием прошли, посмотрели. То есть, здесь у нас в учетной политике все правильно. Обращаю ваше внимание, что поскольку включение и исключение из реестра малых и средних предпринимателей происходит по состоянию на июле, то, соответственно, учетная политика должна быть изменена, в нее должны быть внесены корректировки в соответствии с этими датами. То есть, мы должны издать приказ о том, что вводится, допустим, исправленная учетная политика в таких-то разделах. И, ну, то есть, это будет законодательная база для применения этого тарифа. Значит, следующий слайдик – это как раз-таки ошибка, которая была зафиксирована официальным образом. То есть, на основании запросов очень многих пользователей, это была разработчиками 1С, данная ошибка была признана. И алгоритм расчетов был изменен. То есть, до релизов, вот вы видите, до какого релиза была эта ошибка, и, соответственно, неправильно рассчитывался релиз. Вот мы с вами видим на слайдике как раз-таки гиперссылка, по которой мы только что переходили. И ссылка вот на начало или на окончание страховых взносов по этому тарифу. Так, сейчас мы посмотрим, запустилась ли наша демо-база запустилась. Вот, и здесь у нас немножко другой механизм, не механизм, а другое расположение. То есть, все настройки, которые у нас с вами в зубе расположены в меню настройки. Вот мы с вами сейчас туда переключимся. То есть, все, что мы в зубе видим... То, что мы видим в разделе настройка, в ERP, это у нас с вами раздел НСИ и администрирование. И, соответственно, в этом случае мы с вами начинаем работу именно с этого раздела. Проверяем, что у нас там внесено в раздел НСИ и администрирование и раздел заработная плата. То есть, соответственно, здесь мы выбираем, какие взносы мы используем. И, соответственно, задаем другие настройки. То есть, проставляем чекбоксы, которые соответствуют реалиям нашего учета. И после этого мы переходим в меню заработная плата. И здесь у нас тоже есть дополнительные настройки. Зарплата промахнулась. И, соответственно, тоже проверяем настройки и взносы. То есть, здесь у нас с вами есть раздел Налоги и Взносы. И есть блок отчетов по налогам и взносам. Но сейчас мы пока проверяем, что у нас с начислениями заработной платы. То есть, мы можем использовать вот это рабочее место. То есть, все начисления. Можем конкретно использовать, например, вот это настройки и справочники. Посмотреть. Здесь у нас задаются сведения про, соответственно, страховые взносы и виды страховых взносов. Виды тарифов и виды доходов. Значит, вот, например, мы смотрим здесь. И, значит, смотрим, где есть нужный нам тариф. Так. 20. Вот он. Значит, здесь у нас для субъектов малого или среднего предпринимательства. То есть, абсолютно то же самое, что у нас есть и в ЗУПе. И вот, например, основной тариф страховых взносов, который, ну, естественно, если мы исключены были из реестра или не применяли реестр. А в чем же была ошибка? На самом деле, если мы сам тариф посмотрим, то мы будем видеть вот такую картинку. То есть, для субъектов малого и среднего предпринимательства. Картинка у нас будет одинаковая и для ЗУПа, и для ЕРПи. Значит, здесь дается расшифровка самого тарифа. И указано, с какого он применяется. То есть, с апреля 2020 года. То есть, он был введен как мероподдержка при коронавирусе. И через вот такую ссылку тарифа страховых взносов мы можем посмотреть, скажем так, составляющие этого тарифа. То есть, вот так этот тариф выглядел до объединения фондов. То есть, 10% у нас платилось в пенсионный фонд. И 5% у нас платилось в фонд медицинского страхования. После того, как было проведено объединение фондов, то есть, с 2023 года, эти же 15% у нас остались, но выглядят вот таким образом. То есть, 15% суммы до превышения. А вот здесь, обратите внимание, в демобазе, которую мы сейчас с вами открыли, у меня уже исправленный тариф. То есть, суммы до предела и суммы превышения, как вы видите, установлены одинаковые взносы. На самом деле, это не совсем так. И это мы делали для того, чтобы показать, какая была ошибка. То есть, в чем был неправильный алгоритм. Как я уже сказала, у нас алгоритм считается по такому принципу. То есть, все, что до МРОТа, то есть, до 19242, облагается по 30%. Все, что свыше, облагается по ставке 15%. Но в 2023 году вот этой вот цифры, суммы превышения, у нас не стояло. Значит, когда начисления достигали предельной величины, просто переставал начисляться страховой тариф. В 2024 году у нас немножко изменился алгоритм. И, соответственно, первая часть начисления осталась такая же, как и была. То есть, 30% суммы до 19242 и 15% суммы, которая свыше этой цифры, свыше 19242. А вот при превышении предельной величины у нас не перестает начисляться взносы, а начисляются без разграничения, то есть, без того, чтобы 30% мы брали с 19242. То есть, в этом случае начисления в общей сумме мы берем по 15%. То есть, в настоящий момент тариф у нас выглядит вот так. До того, как эта ошибка была исправлена, у нас тариф, соответственно, выглядел 15%. Все нормально считалось и до момента превышения, а вот здесь стоял ноль. И с этой ошибкой столкнулись достаточно много организаций. Так, сейчас мы с вами вот это закроем и снова вернемся в зарплату управления персоналом. Так, это мы еще не вернулись. Вот зарплата и управление персоналом. Соответственно, как мы с вами уже посмотрели, здесь у нас абсолютно такой же тариф. Вот он у нас здесь и есть. Если я хочу его посмотреть, это у меня как раз таки вот подчисление моих тарифов, которые я применяю сейчас. И посмотреть составляющую, так сказать, этого тарифа, я могу немножко в другом месте. Мы к этому вернемся. Так, сейчас мы пока это закрываем. Значит, если у нас возникла ошибка, то у нас с вами, естественно, эту ошибку нужно было как-то исправлять. Мы помним, что по налоговому кодексу у нас с вами, если мы обнаруживаем ошибку, которая привела к искажению налогооблагаемой базы, то есть либо увеличение, завышение, либо занижение страховых взносов, то, соответственно, это отражалось на других налогах, например, на налоги на прибыль. И, как вы видите, вот здесь, соответственно, мы должны были это скорректировать как налоговые агенты и в налоговую предоставить уточненные расчеты по тем налогам, которые исказились. То есть по налогу на прибыль, по упрощенной, допустим, системе. И в этом случае мы должны были подавать отчетность только в отношении тех сотрудников, по которым у нас было превышение. То есть не по всем сотрудникам, которые у нас есть, а только по тем, у которых база превысила предельный размер. Ну вот, вы видите здесь на слайдике, то есть то, что мы уже с вами сделали, то есть мы заходили в раздел настройки и через раздел организации попадали в пункт в учетной политике. Значит, как мы должны исправлять ошибку? То есть мы зашли в налоговые отчеты, посмотрели, что мы должны скорректировать, и теперь нужно помнить об одном. То есть мы подаем корректировочную отчетность. Если мы, например, обнаружили, что мы, например, не применяли пониженный тариф, а все по основному тарифу начисляли, значит, в этом случае мы начислили больше взносов и, соответственно, занизили налогооблагаемую базу по прибыли. Значит, мы должны подать уточненную декларацию по прибыли. Если мы, наоборот, платили пониженные взносы и в этом случае не посмотрели, что, например, мы потеряли такое право, то, естественно, в этом случае у нас другая ситуация, диаметрально противоположная. Но в любом варианте мы должны исправлять эти данные. То есть мы должны сначала пересчитать в соответствии с тем тарифом, на который мы имеем сейчас право, высчитать разницу, которая возникает между тем, что мы уже подали, и тем, что мы должны заплатить. И в первую очередь мы должны эту разницу заплатить. Ну, то есть предполагаем, что у нас возникает недоплата, и, значит, мы ее должны в первую очередь заплатить, а уже только после этого подавать исправленные отчеты. И, соответственно, в этом случае мы тогда не попадаем на штрафные санкции. Если у нас возникла в результате ошибки переплата, то мы можем обратиться в налоговую с заявлением, что просим вернуть или зачесть в счет будущих платежей. То есть вот для этого случая мы должны подать заявление. Значит, теперь посмотрим вот такой слайдик и поговорим о том, как мы можем с вами определить. Ну, ладно, мы нашли, рассчитали разницу, какими отчетами мы можем оперировать для того, чтобы посмотреть. Ну, во-первых, отчет в разделе налоги и взносы, перерасчеты страховых взносов. Точно такой же отчет у нас есть и в ЕРП, только он находится в другом разделе, не налоги и взносы, а заработная плата, начисление налогов, отчет по налогам. Значит, в этом случае мы используем этот отчет. Сейчас мы его посмотрим. Так, закроем все лишнее. Значит, мы с вами смотрим отчет налоги и взносы. И вот он наш отчет перерасчета страховых взносов. Мы выбираем ту организацию, по которой хотим пересчитать, и создаем сам документ. То есть в этом случае мы используем... То есть у меня уже созданный документ, а если я создаю новый, то есть у меня еще здесь ничего нету в табличной части, то я использую кнопку рассчитать. И в этом случае у меня выбирается месяц, который я должна откорректировать, и я смотрю, что у меня, например, база превышения только по одному сотруднику, то есть по Булатову Игорю Валентиновичу. И здесь у меня отражается за август, то есть у меня в августе он достиг предела начисления, и у меня сторнируется эта сумма, и уже сентябрьская зарплата технически сторнируется. Но этот отчет не всегда удобен, и не всегда им удобно пользоваться. Потому что, как вы видите, здесь пересчитывается база за несколько месяцев. То есть если я, например, спохватилась только в октябре, то у меня в этот документ пересчет страховых взносов будет включены отчеты за, например, август, сентябрь, октябрь и так далее. Это не всегда бывает удобно. Значит, если мне оказалось неудобно, снова вернемся к нашим слайдам, если мне оказалось этот документ неудобным, то я могу воспользоваться другим путем. Значит, в этом случае мы переходим с вами на обычные документы начисления зарплаты и взносов. Переходим. Значит, в... Так, меню «Заработная плата», начисления зарплаты и взносов, либо «Все начисления». Ну, в этом случае, если все начисления у меня будут в журнале, видимость и авансов, и начислений, я не хочу разбираться в таком большом количестве документов. Я хочу конкретно начисления зарплаты и взносов посмотреть. Вот у меня начисления, например, я специально вот за август и за сентябрь задала начисления двум работникам, чтобы у них заведомо превысился предельный лимит, вот видите, на Булатова. И, соответственно, такая же история у меня в сентябре наблюдается. То есть я... Начисления вот у него тоже, соответственно, превышающие предельную величину. Программа у меня, честно, все рассчитала. Я хочу посмотреть. Значит, закладочка взносы у меня, как вы видите, вот те цифры, которые были в общем отчете. В общем, отчетчик, который я перед этим смотрела. Но здесь я могу уже конкретно за каждый месяц посмотреть базу превышения и использовать вот такую возможность, то есть пересчитать взносы. То есть я могу пересчитать взносы за каждый месяц отдельно. И у меня в этом случае будет видна по каждому месяцу корректировка какая. Корректировка должна быть. Кроме того, что я могу использовать вот такой вариант, у меня есть еще возможность через кнопочку «Еще». я перехожу вот такое меню, и у меня здесь есть то же самое, то есть пересчитать взносы здесь и пересчитать взносы здесь. Это абсолютно одно и то же, то есть переход для пересчета взносов, но просто расположенный в другом месте. Значит, если мы с вами выполняем такой пересчет, то мы приходим к тому же самому результату. И, собственно говоря, после этого мы уже можем подавать, точнее, сначала рассчитать разницу между уже поданными сведениями в налоговые органы и с теми, что должны быть. Только в этом случае я могу уже помесячно все корректировать. Так. Нет, мне не нужно сейчас ничего изменять. Так. Нет. Я не буду изменять. Так, мы с вами снова возвращаемся к нашей демо-базе. И хочу немножко остановиться, так сказать, на теоретических еще моментах. То есть это вот то, что я вам только что рассказывала, то есть каким образом мы корректируем налог на прибыль или на упрощенку, то есть при упрощенной системе налогообложения. То есть если мы завысили ставки страховых взносов, в этом случае они у нас необоснованно включались, налогооблагаемая база, и возникала недоплата. То есть недоплата по налогу на прибыль или по упрощенному налогу. Соответственно, чтобы мы избежали штрафных санкций, мы должны сначала заплатить, а уже потом подать корректирующую отчетность. И теперь мы с вами еще поговорим о том, каким образом, то есть это то, что касалось налогового учета и взаимоотношений с налоговыми органами. А для БОХ учета немножко другие последствия, другие акценты. Здесь у нас важное значение имеет то, когда обнаружены ошибки у нас. То есть если обнаружены ошибки в прошлых периодах и в текущих, то это обозначает, что мы должны разные действия предпринять. Ну, то есть если у нас была ошибка прошлого периода, то есть, например, мы обнаружили ошибку в 2020 году, а исправлять уже ситуацию можем только в текущем периоде, поскольку отчетность уже за тот период сдана, то и, собственно говоря, ошибка у нас появляется уже сейчас. В этом случае мы делаем записи. Ну, естественно, уровень существенности у нас определяется в учетной политике. Мы самостоятельно уровень существенности определяем. И в соответствии с уровнем существенности мы делаем корректировочные записи по уменьшению или доначислению страховых взносов. Соответственно, в этом случае у нас работает 91-й счет, прочие доходы или расходы. Если искажение у нас незначительное, то есть несущественное искажение. И уже через 84-й счет, то есть нераспределенная прибыль или убыток, есть ли у нас существенная ошибка. Если мы исправляем ошибки прошлых лет, то в этом случае мы метод сторна не имеем права применять. То есть, если ошибки прошлых лет исправляются, то метод сторна не применим. А вот если мы исправляем ошибки текущего периода, то в этом случае мы можем применять сторна и должны применять сторна. То есть мы сторнируем неправильную сумму и начисляем соответственно, уже по соответствующим счетам, начисляем правильные показатели. То есть, как вы видите, у нас ошибка была достаточно серьезная, скажем так. Но кроме этого у нас есть еще один вариант, как мы можем проверить, или точнее говоря, как мы можем исправить данные ситуации, скажем так. Будем надеяться, что у нас не возникнет их, но тем не менее. Когда мы работаем с конфигурацией, у нас с вами есть возможность применять функцию технического специалиста. То есть это уже не совсем рядовые пользователи, но тем не менее мы рассмотрим такой вариант. Значит, в этом случае, когда я работаю с конфигурацией, вот мы переходим в конфигурацию и начинаем с зарплаты, потом я покажу то же самое на ERP. Значит, у нас вот такая пиктограммка, сервисы настройки. И мы здесь, когда находимся, мы можем перейти по этой ссылке. И у нас обычно вот здесь вот ничего нету, никакой строки, но я могу ее включить. Через меню настройки у меня доступна строка «Параметры». И когда мы переходим сюда, я могу проставить вот здесь «Чекбокс» — «Режим технического специалиста». То есть это без перехода в конфигуратор. Мне позволяют, ну, скажем так, некоторые шалости. Значит, когда я проставила отметку «Режим технического специалиста», у меня в этом интерфейсе появилась вот эта дополнительная строка «Функции для технического специалиста». То есть, когда я перехожу по этой ссылке, у меня открывается вот такое диалоговое окно. Сейчас я закрою. У меня просто здесь... Значит, я могу перейти дополнительно в справочники, в документы, в обработки. И вот если мы сталкиваемся с такой ошибкой, как у нас была, то есть ошибка в алгоритме, допущенная разработчиками, то в этом случае мы можем использовать функцию «Корректировка законодательных значений». Запомните, пожалуйста, ее название, потому что это обработка, корректировка законодательных значений. Ну, я могу просто... По первым буквам у меня быстрый поиск работает, и мы можем перейти вот в эту обработку «Редактирование законодательных значений». И попадаем вот в такой интерфейс. И здесь я могу редактировать те показатели, которые устанавливаются при обновлениях. Ну, естественно, устанавливаются после выпуска каких-то новых релизов. И в этом случае у меня есть вот такой пункт «Тарифы страховых взносов». И вот здесь вот задаются, с какого периода они применяются. И, собственно говоря, мы можем... Так, где они у меня тут находятся? Вот. Соответственно, мы находим нужный тариф, и через историю изменений я могу посмотреть, как выглядел этот тариф. То есть вот вы видите, что в 2023 году он был немножко другой. И, соответственно, я могу добавить, через кнопочку «Добавить» те показатели, которые на данный момент есть. Но обратите внимание, что вот сейчас я захожу, у меня как бы... Ну, во-первых, это у меня демобаза, а во-вторых, у меня неполные права. То есть для того, чтобы здесь вносить какие-то изменения, у меня должны быть полные либо административные права. Так, значит, этот нам режим пока не нужен. Соответственно, кроме того, что мы здесь с вами посмотрели, это у нас раздел, который... Редактирование тарифов на 2024 год. На 2025 год у нас с вами, как я уже говорила, анонсирована большая налоговая реформа. То есть, несмотря на то, что у нас будут изменения там и по НДФЛ, и по размерам страховых взносов, то есть вам нужно следить за тем, чтобы, соответственно, в июле проверить, насколько вы соответствуете критериям малого предпринимательства, и чтобы вас не исключили из этого реестра, необходимо, соответственно, сдавать отчетность и за период, который пройдет до июня, ну и в дальнейшем. То есть, если, например, у вас спящее предприятие и числится один человек, но вы не сдавали отчетность, то вы вполне можете оказаться под риском, что вас исключат из этого реестра. Соответственно, нужно проверить, чтобы у вас за этот год была сдана вся отчетность, и чтобы в следующий год вы уже вошли с показателями, не с пустыми, поскольку, как я уже говорила, это у нас сформирование реестра происходит в автоматическом формате. Ну и, пожалуй, единственное еще мне, о чем хотелось бы сказать, это у нас с вами зарплата и кадры, «Отчетность и справки» есть блок 1С «Отчетность» в нашей конфигурации, если мы берем ERP, вот она наша ERP, сейчас мы тоже позакрываем, ненужные. Так, справочники нам не нужны. Значит, здесь у нас зарплата, есть отчеты по зарплате, если мы смотрим отчеты по зарплате, то здесь по налогам и взносам у нас есть целый блок отчетности, и среди этого блока есть страховые взносы, есть анализ взносов фонда. Абсолютно такой же отчет есть и в ЗУПе, и, как я уже говорила, функциональность практически идентична, то есть ЗУП-ПРОФ входит в ERP в полном, так сказать, составе. И, в общем-то, здесь у нас с вами есть и проверка расчета страховых взносов, такой же вид отчета есть и в ЗУПе, и я хочу вам на него обратить внимание, вот для чего. То есть мы, соответственно, проверку расчетов сделали, ну, то есть если у нас вызывают какие-то сомнения, например, ну, я устанавливаю, например, такой период. И, значит, у меня формируется вот такой отчет, то есть единый тариф у меня был, то есть это 0, первый код, и после этого у меня произошло превышение взносов, и вот у меня с превышения начислены вот такие-то, вот такие взносы. Теперь, в этом году мы с вами помним, что у нас все, все расчеты с бюджетом происходят через единый налоговый счет. Значит, в этом случае в ERP это выглядит вот таким образом, то есть у нас регламентированный учет, и здесь блок единый налоговый счет. И в этом блоке появился новый пункт, новая ссылка, это переход в личный кабинет по единому налоговому счету. Точно такой же переход у нас есть и в зубе. Сейчас мы посмотрим. Так, зуб. Это у нас пересчет страховых взносов. И, значит, здесь у нас тоже самое есть 1С-отчетность и есть... Так, мы сейчас сделаем, чтобы... Личный кабинет, который... Баннер... Хочу вам еще показать разницу между баннерами. Значит, включился баннер «Единый налоговый счетность», 1С-отчетность, «Сервис». То есть мы с вами смотрели, 1С-отчетность – это блок, в который входят определенные отчеты, определенные, скажем так, разделы, и 1С-сервис. Вот если мы переходим на ERP, сейчас я нажму «Регламентированные отчеты», то есть у меня будет переход в общий журнал документов и то же самое включится баннер. Почему я говорю про личный кабинет Финес? Потому что это очень взаимосвязано. Ну, естественно, баннер немножко по-другому выглядит. То есть на самом деле это сервис, то есть программа сама себя хвалит, что какой хороший сервис, 1С-отчетность. Этот сервис позволяет обмениваться напрямую сведениями с сайтами, как вы видите, налоговые органы, социальный фонд и так далее, то есть служба судебных приставов, Минобороны и так далее. То есть вот с этими фискальными органами мы можем настроить прямой обмен. Ну, почитать внимательнее, что он позволяет, перейти по ссылке, почитать, очень несложно, и подключиться. Вот по кнопочке тоже мы сможем. Абсолютно такая же информация у нас в ERP, ой, у нас в зарплате и управлении персоналом, только по-другому скомпонован баннер. И подключиться мы тоже можем сейчас. Зачем? А вот за тем, что для того, чтобы я подключила личный кабинет, не тот, к которому мы привыкли. То есть вот личный кабинет у нас уже привычное такое расположение, то есть личный кабинет и в налоговых органах, и ПИСТов, юрлиц, личный кабинет социального фонда России и так далее. Эти, к этим личным кабинетам мы привыкли, пользуемся и знаем. А вот личный кабинет, так, закроем баннер, перейдем в личный кабинет, а вот личный кабинет, который у нас для работы с единым налоговым счетом, у нас открывается из другого интерфейса, то есть из другого раздела, не из налоговых отчетов. Я, например, выбираю, какую я хочу компанию, ну вот я хочу вот это юрлицо подключить к личному кабинету, потому что у меня это, например, основное юрлицо, и оно сдает отчетность, естественно, и платится через единый налоговый счет, и я хочу, так сказать, держать руку на пульсе. Мне программа ругается, что вам необходимо подключить сервис 1С отчетность, и в этом случае я уже понимаю, что мне для того, чтобы подключить личный кабинет, требуется сначала подключить сервис 1С отчетность, и вот здесь для меня начинаются сложности, потому что этот сервис условно бесплатный, то есть если у меня подписка ИТС проф, то в этом случае у меня будет подключение одного юридического лица бесплатно, остальные за денежки, денежки правда достаточно дружественные, то есть порядка 3 800 на год, я могу за 2 года например подключить, ну в зависимости от количества лицензий, сколько мне надо, но одно юридическое лицо бесплатно, остальные платно, если у меня подписка ИТС Техно, то у меня бесплатных подключений нету, все только за денежки, ну вот я с грустью согласилась, хорошо, заплачу денежки, смотрим, что мне выдаст программа, если я хочу подключиться, ну во-первых мне надо проверить собственно говоря наличие подписей, потому что мне нужна квалифицированная электронная подпись КЭП, выдает ее сейчас, как вы помните, только налоговые органы, ну то есть я в этом случае проверяю есть ли у меня токен, все ли, ну считаем, что у меня есть токен, я указываю где он у меня, то есть аппаратный, аппаратная подпись или это внешний какой-то хранитель, например, на флешке, ну пусть на токене будет, и в этом случае у меня открывается меню, по которому я могу уже подключиться к этому сервису, сервис очень удобный, кстати, надо сказать, что очень комфортный интерфейс разработан, так что в общем-то не зря морковку такую повесили перед носом, то есть этот сервис стоит того, чтобы подключить дополнительно какие-то условно-бесплатные сервисы, так, мы не сохраняем, и, соответственно, когда мы переключаемся, то есть проверяем, сервис проверки подписей у нас прошел, нашел мой токен с подписью, тогда у меня откроется диалоговое окно, в котором отражаются все мои первоначальные сведения, которые я заносила про свою организацию, вот, кстати, будет видно очень нехорошо, где я халтурила, где нет, потому что где регистрационные сведения заполнены все, то, естественно, у меня будет все как надо, если они заполнены, то вот в этом диалоговом окне я это увижу, и, соответственно, у директора будет повод сказать нефи. И в этом случае, значит, этот сервис в начале года работал только для индивидуальных предпринимателей, сейчас это уже и для юрлиц, и для физлиц работает. Выходим мы с вами из, мы уже увлеклись и по времени немножко вышли за рамки. Значит, так, смотрю, в чат у нас нет вопросов, тогда мы с вами возвращаемся на первоначальный слайдик, и я хочу еще раз напомнить вам наши реквизиты, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Ну и, собственно, пригласить к сотрудничеству, мы очень много, как бы, имеем большой опыт в работе с программами 1С, то есть и внедрение, и продажа, и доработка, ну, то есть весь спектр услуг, и мы будем очень рады, если наши знания и опыт вам пригодятся, то есть приглашаем вас к сотрудничеству, будем благодарны вам за обратную связь, а на этом разрешите попрощаться с вами, поблагодарить за время, которое вы нам уделили, за интерес к нашим мероприятиям, приглашаем на новые встречи, на этом разрешите пожелать вам хорошего дня и всего доброго, а вот какой-то, вижу, появился вопрос, только я сказала до свидания, а спасибо, вам тоже спасибо, так, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok